Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире новый выпуск блога Уральского журнала правовых исследований. Сегодня у нас интервью, можно сказать, в новом направлении. Открываем новые горизонты. И сегодня наш гость — доктор юридических наук, адвокат Мирон Александрович Жильцов. Здравствуйте! Интервью веду я, Александр Козырин. Анастасия Михонцева. Золотов Игорь. Ну, Мирон Александрович, если позволите, я начну сразу, так сказать, с места в карьер. Как известно, задержка выплаты заработной платы — это одна из самых острых и самых популярных проблем трудового права. Астрота заключается в том, что обычно работодатель, не выплачивая заработную плату в отношении всех работников организации, и за редким исключением в отношении некоторых. И, соответственно, анализируя данную проблему, я наткнулся на такую интересную статью Князевой Натальи Александровны, которая по-своему видит, как решить данную проблему. И так она предлагает в качестве коллективной защиты по оплате труда групповый иск, который собираются внести в ГПК. Ну, по аналогии с АПК. И также, тут уже с грани фантастики, автор предлагает распространить действия судебного решения в отношении всех категорий работников. То есть, для понимания, если в суд обращается 5 работников, а по факту не уплачивается заработная плата в отношении всех работников, допустим, 100 человек, то, несмотря на то, что все остальные 95 человек не обратились в суд, то это судебное решение, которое вынесено в отношении 5 человек, будет действовать и в отношении всех остальных. И таким образом работодателю нужно будет заплатить всем остальным работникам. Таким образом, автор предлагает защищать так нарушенное право и стимулировать работодателя к тому, чтобы он не допускал таких вот неблагоприятных для себя последствий. Соответственно, Мирон Александрович, вы как практикующий юрист, интересно ваше мнение. Это может решить данную проблему по задержке выплаты заработной платы? И насколько это справедливо и реально в настоящее время? Очень интересный вопрос. Я бы здесь порассуждал вот в таком направлении. Во-первых, статья 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации говорит о том, что лицо вправе обратиться в суд в защиту нарушенного или оспаримого права. То есть в данном случае субъектом этого спора, активным субъектом, должен выступать конкретный работник. И статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации говорит, что в ряде случаев прокурор может обратиться к сыскому суд в интересах определенного круга лиц, в том числе по спорам о защите заработной платы. И здесь я не вижу необходимости вносить изменения в Гражданском процессуальный кодекса, потому что в данном случае, я считаю, прокуратура может занимать более активную позицию. Прокуратура может обращаться в суд с подобными исками в отношении конкретных работников. Что касается идеи коллективного иска, в данном случае, мне кажется, все-таки работники должны занимать более активную позицию, потому что очень часто даже в средствах массовой информации проходит информация, что работники не получают заработную плату уже полгода, а потом не начинают обращаться в суды еще куда-то, в средства массовой информации, в органы власти. И в данном случае мы должны понимать, что невыплата заработной платы, нарушение выплаты заработной платы хотя бы на один день, это уже существенное нарушение трудовых прав работников. Поэтому идея коллективного иска, мне кажется, здесь нужно кардинально поменять гражданское процессуальное законодательство, а не только там нести изменения в какую-то статью или какую-то статью внести в ГПК РФ. Что касается идеи распространить судебные решения на определенный круг работников, здесь тоже я все-таки считаю, что современное гражданское процессуальное законодательство, оно содержит механизмы защиты нарушенных прав. Во-первых, судебный приказ. Судебный приказ, который может быть вынесен в том случае, если зарплата начислена, но не выплачивается. Очень простой порядок обращения в суд. И в данном случае это не исковое производство. Я боюсь на самом деле вот этих вот коллективных исков. Почему? Потому что на самом деле споры о зарплате – это исковое производство. Споры о защите права. А спор о защите права говорит о том, что у каждого своя ситуация. И в данном случае суд должен устанавливать определенные обстоятельства и выносить решения, исследуя все обстоятельства по данному спору. Поэтому у каждого работника заплата может не выплачиваться по своим причинам. Поэтому в данном случае я считаю, что преждевременно говорить о таком механизме защиты прав. Тем более все-таки мы говорим о Российской Федерации. У нас население грамотное, стопроцентная грамотность. И очень много людей с высшим образованием. Здесь проблема больше не правовая, а психологическая. Люди привыкли к определенному патронализму. Они привыкли к определенному патронализму со стороны государства. Что государство за тебя может многие вопросы решать. Но человек должен сам занимать активную позицию в этой жизни. И здесь на самом деле идея-то как раз более прогрессивная в создании профсоюзов. Профсоюзов не карманных, не тех, которые сидят на предприятии. И профсоюзный лидер, он по сути дела находится на содержании у работодателя. Причем наше трудовое законодательство позволяет выплачивать работодателю за оплату профсоюзному лидеру. И хотя это противоречит конвенция МОД. Здесь работники должны объединяться в профсоюзы и создавать такие условия для работодателя, чтобы им было невыгодно не выплачивать заработную плату. То есть в данном случае профсоюз должен ставить интересы работников. Не орган госпласти. Вы понимаете, мы не можем на власть, тем более на суды, переложить ответственность за судьбу людей. Люди должны сами объединяться, сами создавать профсоюзы и сами отстаивать свои права. А профсоюз может обращаться в суд, в том числе в защиту всех членов профсоюза. И здесь не нужно, чтобы 100-200 работников ходили в суд. Достаточно того, чтобы один профсоюзный представитель представлял интересы всех работников в суде. И на самом деле это проще и правильнее с точки зрения и гражданского процессуального законодательства, и трудового законодательства, и международных актов. Ну, я понимаю, конечно, это на самом деле решит проблему. Но проблема профсоюза заключается как раз в том, что они находятся в зависимости от работодателя. Они просто есть для того, чтобы были. Но по сути от них никаких новостей, никак не защищается. Ну, то есть это вот практика такая. И, соответственно, работник не воспринимает профсоюз как то, что может его защитить, то, что может ему помочь. И в таком случае, ну, непонятно, что ему делать. Потому что действительно они же находятся в зависимости. И получается, что нам приходится искать какие-то новые средства защиты, как-то изменять что-то. Или менять психологию, что очень тяжело на самом деле. Для того, чтобы каждый человек был инициативен и не боялся идти на конфликт с работодателем. Потому что многие это как раз таки не дотягивают до того момента, когда и пять месяцев не выплачиваются и, не дай бог, больше. Потому что боятся потерять эту работу. Потому что боятся идти на конфликт. Ну, в данном случае я считаю, что люди должны понимать, что когда тебе не выплачивают зарплату хотя бы уже несколько дней, недель, мы же понимаем, что конфликт возникает дома. Им страшнее, чем конфликт с работодателем. Потому что когда у тебя дома жена, дети, которым ты должен принести зарплату, а ты ее не приносишь. Это конфликт гораздо более серьезный, чем конфликт с работодателем потенциальный. И здесь я еще раз все-таки считаю, что у нас профсоюзы 70 лет, они были по сути дела под эгидой государства. Они были сращены с органами госвласти. И когда в начале 90-х годов произошли реформы и создавалась Федерация независимых профсоюзов России, советские профсоюзы, они просто были переведены или преобразованы в эту федерацию. А что такое Федерация независимых профсоюзов России? Что такое вот этот опыт и эти идеи, которые пришли с советского периода? Это строгая вертикаль, когда есть общероссийский профсоюз, есть территориальные объединения, региональные объединения и первичные профсоюзные организации. И в законе о профсоюзах, о профсоюзах всех правах и гарантиях деятельности такая структура и была прописана. И в 2013 году Конституционный суд вынес постановление, в котором указал, что структура, предусмотренная законом профсоюзов, не единственная возможная. Могут создаваться другие профсоюзы. И поэтому в данном случае как раз вот я считаю, что все-таки перспектива и прогресс за другими профсоюзами. Я еще раз, я просто глубоко убежден, что государство не может решить все проблемы заработника. Мы от этого уходили. Это же идея Ленина, то есть, когда он сказал, что у нас не может быть ничего частного, у нас все государственное. Есть его высказывания, оно опубликовано и на этом все строилось. Но я еще раз считаю, что человек должен быть инициативен. Человек должен быть инициативен, и он должен понимать, что никто за него права ставить не будет. Никто. Здесь, конечно, проблема какая еще? Моногородов. То есть моногородов, когда работники работают на одном предприятии. И вот это одно предприятие и руководитель этого предприятия, он как царь и бог. И им удеваться работникам некуда. Здесь проблема даже, я бы сказал, не правовая. Здесь проблема уже больше подходов государства к миграции рабочей силы. Это очень большая проблема. Потому что во всем мире цивилизованном люди не привязаны к тому месту, где родились и, например, выучились. Они идут за работой. Вот в Америке, в тех же Соединенных Штатах. Есть у тебя работа в таком штате, тут туда едешь. И вообще считается, что научный работник, ученый, который защитил диссертацию в университете, он не должен там продолжать работать. Он должен ехать в другой университет. Почему? Обмен идеями. А если ты здесь выучился, здесь защитился и ты варишься в этом котле, ну какой прогресс? Прогресса это ведь не будет, согласитесь, да? Должен быть обмен идеями. И вот точно так же с работниками. Мы должны понимать, что это государство должно создавать условия. Должно быть съемное жилье. Должна быть инфраструктура. Должен быть транспорт. То есть все должно быть немножко другое. Но понимаете, получается, мы-то с вами говорим о том, что давайте мы закрепим то, что есть. Будем сидеть в этих закоснелых формах старых. А жизнь-то она говорит о том, что нет, надо развиваться. И мы не можем сидеть в старых формах. Мы должны думать о том, что нужно двигаться вперед. И люди уже об этом будут. Можно аналогии с гражданского права? Все-таки, если речь идет о профсоюзах, как вы отметили, это более бюрократизированный способ защиты, но в той или иной мере. Потому что, как ни крути, люди, когда организуются в профсоюзе, действуют за счет переговоров друг с другом. Обращение в суды, особенно, довольно часто эта ситуация видна в том, почему возбуждают уголовные дела, которые как бы соединены с арбитражными процессами. Но это просто более сильный способ получить доказательства. И если смотреть примерно аналогичные ситуации, когда права большого количества лиц защищались, то есть ситуация резко переламывалась, то в Америке такой ситуации были потребительские иски против табачных компаний и так далее. Когда точно так же механизм коллективных исков, но все-таки благодаря именно судебной системе фактически в обществе наблюдается просто перелом. Возможно, за счет того, что, как ни крути, это более сильное средство. Я согласен с вами, но я же не против исков в суд, да, и не против судебных решений. Я так раз говорю о том, что инициатором должен быть не орган госласти и не суд. Понимаете, судья не может сидеть и думать за работников, да. Мы говорим, получается, с вами о чем? Об инквизиционном процессе. Когда суд собирает доказательства, суд сам решает. Но ведь мы ушли от этого, все-таки у нас созидательность сторон в процессе должна быть. И в данном случае ты инициатором тоже должен быть. Все-таки инициатором должны быть работники через своих представителей. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, да. Мирона Александровича, сейчас вот в Государственной Думе в первом чтении был рассмотрен законопроект, который еще один способ взыскания начисленных, но не выплаченных заработных плат предусматривает. Это не судебный порядок, предлагается эта полномочия верить государственным инспекторам труда, чтобы они выдавали предписание. Если предписание не выполнено, то уже в принудительном порядке могли взыскивать начисленную, но не выплаченную заработную плату. Вот такой способ, как вам. Ну, в данном случае, да. Но мы должны понимать, опять же, что, еще раз, когда мы говорим о начисленной зарплате, но не выплаченной, есть механизм судебного приказа. Это же мы же с вами юристы, и мы понимаем, что это очень простой механизм. Ты пишешь заявление в суд, в течение нескольких дней выдает судебный приказ, если он не обжалован, он имеет силу спутного листа. Ты можешь его обращать к разысканию, ты можешь идти судебным приставом. Понимаете, мы с вами опять должны понимать, что такое госинспектор труда. Госинспекция труда – это федеральная структура, низшим звеном которой является региональная инспекция. То есть ниже, чем госинспекция труда по Свердловской области, например, ниже органов власти нет. У них нет территориальных отделений в муниципалитетах. То есть уже сейчас госинспекторы труда, они завалены жалобами работников. Завалены просто. И мы понимаем, что тогда нужно раздувать штат госинспектора труда, да? Мы понимаем, что сейчас бюджет не в самом таком состоянии, чтобы раздувать штат своих чиновников. И опять же, мы о чем с вами говорим? О том, что да, тебе не выплачивают заработную плату, ты сидишь. Пришел госинспектор труда, за тебя все порешал, подал заявление, подал соответствующий документ судебному приставу, тебе зарплата пришла. Ты вроде как бы в этом процессе и не участвуешь, да, особо? Но это неправильно. Опять же, на государство перекладываются не свойственные ему функции. Потому что, еще раз говорю, всех проблем человека государство решить не может. Поэтому я очень с опаской отношусь к таким идеям перекладывания ответственности гражданина, его ответственности, на госорганы. Потому что я не вижу на самом деле перспектив раздувания этого бюрократического аппарата. У нас и так он раздут в России. Значит, должен быть еще больше. Грубо говоря, ты каждому работнику, солдата с ружьем не представишь, чтобы он за ним следил. Чтобы он защищал его права. Понимаете, о чем я говорю, да? Мирон Александрович, если не против, перейдем уже к следующему вопросу. А именно также проблемное расторжение трудового договора. Анализируя практику по данному вопросу, я наткнулся на довольно-таки интересную практику по расторжению, точнее прекращению срока действия срочного трудового договора. И когда увидел эту практику, я немножко удивился, потому что, ну, сначала познакомим наших зрителей с нормой. В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса, в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины, работодатель обязан, внимание, по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. Соответственно, как раз-таки по данной норме возникает практика. Ситуация везде одна. Беременная, как раз-таки находясь в отпуске, беременности несоответственно, в этот период прекратил действия срочный трудовой договор. И работодатель радостный, увольняет и уже ищет нового работника. Соответственно, никаких заявлений не было о том, чтобы пролонгировать данный договор, никаких медицинских справок от беременной не поступало в адрес работодателя. И после того, как женщину увольняют, она удивляется, почему так, и идет в суд. То есть везде одна и та же ситуация. И, соответственно, Верховный суд Республики Коми, Нижнегородский областной суд, отказали в удовлетворении требований, потому что документы не были представлены, необходимые требования не были реализованы в соответствии с следовым кодексом. Но тут есть практика Москвы и Питера. Они говорят, вообще мы не согласны восстановить на работе и пополно изыскать с работодателя на представителя судебные расходы за время незаконного увольнения и так далее. И главное, та же самая ситуация, Мирон Александрович, то есть никаких документов не было представлено, а обосновывают свое решение суду так, мол, защита беременности является, согласно Конвенции Международной Организации Труда, общей обязанностью правительства и общества, ну то есть общие положения. И дальше мне очень понравилось. Они говорят, ну, истица была юридически неграмотной, поэтому давайте ее защищать. С одной стороны, я согласен, действительно нужно поддерживать. Но как же поступать юристам? То есть работник объективно не реализует требования Трудового кодекса, ее закономерно увольняют, несправедливо. Но работодатель приходит, говорит, помоги мне, я все сделал правильно, ты говоришь, я помогу. А суд берет и выносит решение абсолютно не смотря на нормы Трудового кодекса. И теперь вопрос, как поступать? У нас такая ситуация, что работник это вообще святой, потому что мы, тем более, беременные. Даже если они ничего не делают, мы все равно их будем защищать. Работодатель сейчас у нас просто слабая сторона получается. Да, Игорь, очень интересный вопрос, очень интересная проблема вы подняли. На самом деле я бы здесь рассуждал, вернее, здесь можно дать два совета. Как практикующий юрист и как ученый. Как практикующий юрист я скажу, что мы должны всегда ориентировать работодателей на то, что практика разная. И никогда не нужно говорить, что сто процентов ты можешь это дело выиграть. Но это действительно так. Ну, в данном случае я вообще брал 50 на 50. Потому что есть решения такие, есть такие. Очень часто идешь в суд и вообще не знаешь, какое будет решение суда. И оно может быть в свою пользу, может быть не в твое. Но ты должен сделать все, что от тебя зависит. Ты должен приготовиться, должен достойно выступить. Поэтому в данном случае, смотря на чьей стороне ты находишься. Если ты находишься на стороне работодателя, необходимо подбирать решения тех судов, которые говорят в пользу работодателя. Если ты находишься на стороне беременной женщины-работника, ты должен подбирать решения судов, которые находятся на... которые в пользу этого работника. И, соответственно, выстраивать свою позицию таким образом. А дальше уже как, как говорится, как получится. Это общий совет. Это, в общем-то, общий совет, в любом случае, когда ты идешь в суд. Практика у нас разнообразная. Очень часто бывает. Если рассуждать как ученый, и здесь мне вспоминается статья 8 Европейской социальной хартии, которая содержит такую интересную норму. О том, что, во-первых, работодатель не имеет права уведомлять беременную женщину об увольнении и увольнять ее в период беременности и до момента окончания отпуска по беременности и родам при наличии уведомления о том, что она является беременной. А дальше предложение продолжается следующим образом в этой норме. И уведомлять об увольнении до окончания этого периода. Понимаете, да? То есть, по сути дела, на работодателя возлагается обязанность возлагается обязанность не увольнять беременную женщину до окончания беременности и отпуска по беременности и родам. Поэтому я бы не стал говорить, что это настолько идиозное решение Московского и Санкт-Петербургского судов, что они прямо противоречат кардинально международным актам. Они не противоречат. Получается, Европейская социальная хартия накладывает определенные обязанности на работодателя. И здесь, получается, можно с этим судами согласиться, если мы будем ссылаться на статью 8 Европейской социальной хартии, которая применяется в отношении Российской Федерации. И в этой части она применяется. Нет, я абсолютно согласен. Но дело в том, что суд ссылался не на вашу указанную норму. Но просто для меня немножко странно, потому что работодатель действительно правомерно мог расторгнуть срочно трудовой договор. Не были выполнены требования. И об этом суд сказал, что по сути своей положения, вот указанной нормой 261 статьи трудового кодекса является трудовой льготой, направленной на обеспечение поддержки материнства и детства. Хотя, ну, в общем, суд использует общее положение международных актов. Он не ссылался, как вы сказали, на прямую норму. И просто игнорирование и тотальное требование 261 статьи. Ну, мы, кстати, должны понимать, да, мы должны помнить пункт 14.15 Конституции Российской Федерации, ну, или часть 14.15 Конституции Российской Федерации, и часть вторую статьи 10 Трудовой кодекса Российской Федерации. Международный договор Российской Федерации является частью правовой системы Российской Федерации и в случае противоречия федерального закона международному договору применяется международный договор. Но я здесь даже противоречия не вижу. Я считаю, что здесь есть прямое указание международного договора, по сути дела конкретная норма, которую суды обязаны применять в силу законодательства Российской Федерации, в силу указания Конституции и в силу разъяснения Верховного Суда, которое содержится в постановлении Пленума Верховного Суда 2003 года. Помните, да? И в этом постановлении Пленума прямо сказано, что суды обязаны знать и применять действующие международные договоры Российской Федерации. Поэтому я согласен, эти решения, они выбиваются из статьи 261 Трудового Кодекса. Они выбиваются, но подходы, которые содержатся в международных договорах, эти решения этим подходам соответствуют. Поэтому вот строго позитивистски я бы не стал смотреть на эту проблему. Можно посмотреть шире. Но опять же работодателям рекомендую, конечно же, ссылаться на другую практику и говорить, что вот есть такая практика и есть статья 261 Трудового Кодекса. Есть конкретные обязанности работодателя, конкретные обязанности работника. Работник свои обязанности не исполнил, соответственно, право не нарушено и защите оно не подлежит. Ну просто данная проблема, мне кажется, может смотреть шире сейчас, исходя из практики, вот такой вот, когда просто идут, ну, все-таки, по моему мнению, наперекор статьи 261, хотя действительно в целях реализации международных актов, о которых как раз говорим, работодатель сейчас у нас слабая сторона трудовых отношений. Он даже делает все по Трудовому Кодексу, но его все равно стабильно заставляют платить и за представителей, и за судебные расходы. Ну, здесь мне нравятся высказывания моего коллеги Александра Евгеньевича Сухарева, доцент нашей кафедры, который говорит, что беспредел в отношении, беспредел работодателя в отношении работника в ряде случаев компенсируется беспределом судов в отношении работодателя. Поэтому работодатель не слабая сторона, он не бедная вещь, как на самом деле, как правило. Все-таки это более сильная сторона трудовых отношений, и, в общем-то, и Верховный Суд из этого исходит в своем постановлении Клина 18 марта 19-го года номер 2. Да, конечно, да. Так, я тогда перехожу к третьему вопросу Мирона Александровича, и на самом деле, наверное, самый сложный наш вопрос, это еще одно последствие расторжения трудового договора, задержка выдачи трудовой книжки работнику. Очень часто проблемный вопрос, и как раз-таки тоже здесь есть спорная практика. Заключается она вот в чем. Везде одна и та же ситуация, работодатель не выдает трудовую книжку своевременно, и работник, он старается устроиться на новую работу, и ему отказываются, соответственно, потому что у вас нет трудовой книжки. И работник идет в суд и говорит, так-то работодатель не прав, он не выдал мне трудовую книжку, и я поэтому не могу устроиться. И тут подходы разные, так же у практики. А сначала судебная практика, например, Нижнегородского областного суда и Калужского областного суда говорит о том, что работник должен сам искать доказательства, которые он представит в суде, то есть он должен доказать обращение к другим работодателям в цели трудоустройства и доказать факт отказа в трудоустройстве. Об этом же говорит Московский городской суд. Но Московский же городской суд говорит о том, что в принципе работник вообще не должен ничего доказывать, работодатель нарушил, почему работник должен сейчас бегать и это все делать. И он говорит, что факт задержки трудовой книжки сам по себе влечет в необходимость компенсировать недополученный заработок. И мы находим такую интересную ситуацию, что в рамках одного суда абсолютно разная практика. То работник должен искать, например, потому что в 2016 году в апелляционном управлении Московского городского суда суд отказал работнику в нарушенном праве, в восстановлении нарушенного права, потому что тот не предоставил необходимые доказательства того, что он не смог трудоустроиться. И в то же время в 2017 году, видимо, они пересмотрели свое положение, суд говорит, работник вообще ничего не должен доказывать. Давайте сразу работодателя карать просто только потому, что он не выдал. И соответственно вопрос, надо доказывать, не надо доказывать. Понятно, что, как вы уже сказали, нужно ссылаться на определенную какую-то практику при доказывании, несмотря на какой позиции мы находимся. Но просто факт доказывания, доказательств показывает то, что это должен делать работник. И в принципе поговорить о процессе доказывания в трудовом праве. Как вы считаете, это вообще целесообразно, это разумно, что работник это будет доказывать все? И что нужно делать? Да, очень интересная проблема. И у меня были подобные дела в практике. Я бы на самом деле разграничивал две статьи здесь. Две нормы. Статья 234 Трудового кодекса и 394. Они говорят о разном. Статья 234 говорит о том, что работодатель обязан заместить работнику материальный ущерб в случае незаконного лишения возможности трудиться. В том числе, в случае несвоевременной выдачи трудовой книжки. А 394 статья говорит о том, часть 8 из 394 статьи, что если несвоевременная выдача трудовой книжки препятствовала поступлению на работу работника, то суд может взыскать компенсацию траченного заработка. В суде здесь два разных правила. И эти разные правила применяются к разным ситуациям. Если работнику не выдается при увольнении трудовая книжка, не выдается не просто так, она не выдается в нарушение статья 84.1 Трудового кодекса. А статья 84.1 говорит, что работнику при увольнении должна быть выдана трудовая книжка. Либо, если трудовая книжка не выдана по какой-либо причине, работодатель обязан направить работнику уведомление о возможности выслуги трудовой книжки по почте, либо о необходимости явиться за трудовой книжкой. Если работник дает согласие на выслуги трудовой книжки по почте, работодатель высылает трудовую книжку по почте. Но статья 84.1 говорит, что с момента направления такого уведомления работодатель перестает нести ответственность за задержку в выдаче трудовой книжки. Поэтому в данном случае необходимо изговорить от 204 статьи и 84.1. Есть другие ситуации, когда работник не увольняется, трудовая книжка ему вовремя не выдается по какой-либо причине, и работник не может строиться на работу. Даже не так сказано в ст. 34.1. Если неправильная формулировка увольнения препятствует поступлению работника на другую работу, он вправе взыскать компенсацию утраченного заработка. Понимаете, да? То есть вот разные ситуации. Если неправильная формулировка увольнения препятствует поступлению на работу, вот это надо доказывать. В первом случае сам факт нарушения правил выдачи трудовой книжки влечет материальную ответственность работника. А во втором случае трудовая книжка-то выдана, но работник не может строиться на работу, потому что неправильная или незаконная формулировка увольнения препятствует поступлению на работу, его никто не берет. Ему говорят, а, тебя уволили за прогул, тебя уволили за пьянку, тебя уволили там за нарушение, за моральное поведение, или еще за что-то, за какое-то порочище основание увольнения. Мы тебя не возьмем на работу. Как это доказывать? Необходимо в суд представить, и практика такая есть, в суд представить отказы работодателей принять на работу. Мы понимаем, что никакой работодатель в здравом уместв трёх до памяти такой отказ не напишет, потому что это незаконный отказ. В СЛГС есть, да? То есть нельзя отказывать в приеме на работу, потому что тебя уволили по пункту 5.1, или по пункту А пункта 6 за прогул. Но это ведь может быть и законный отказ. Например, если работник уволен за утрату доверия, за утрату доверия в случае хищения материальных ценностей. Это подтверждается приговором суда. Или работник уволен за утрату доверия в случае недостачи материальных ценностей. И здесь у меня всегда вопрос возникает, а если работник принимается на работу кассиром, получается, он по делу им качество не подходит? И здесь-то отказ будет законным. А если это незаконное было увольнение? И суд устанавливает, что увольнение это было незаконное. Поэтому я бы разграничивал два этих состава. То есть в первом случае само по себе нарушение правил выдачной трудовой книжки влечет материальность из работника и суд изыскивает компенсацию от утрачного заработка. Во втором случае нужно доказывать, что да, трудовая книжка это выдано, но нарушение неправильной оформировки увольнения или незаконное оформировки увольнения, она препятствовала поступлению на работу. В первом случае нужно доказать только то, что она не выдана. Во втором случае то, что она выдана. Но не только то, что она выдана, но и то, что формировка незаконна, но и что это препятствовало поступлению на работу. Хорошо. Если в принципе трудовая книжка не выдана, все равно работ работник должен доказывать факт того, что это не получилось из этого устроиться. Ну, просто, например, работодатель решил как-то, не знаю, насолить работнику, ну, бывали ситуации, сам знаю, с практики, то, что работодатель просто говорит, «Эти меня дам трудовую книжку». Ну, и хорошо разошлись. И поэтому в таком случае работник все равно должен сам доказывать то, что он пытался устроиться, но не дали. Или просто нужно в любом случае карать работодателя только потому, что он не выдает. Я считаю, 234-я статья, она сформулирована таким образом, что если у тебя нарушены правила выдачи трудовой книжки, взыскивается как инициация упороченного заработка. Статья 234-я прямо об этом говорит. Есть судебный практик, который это подтверждает. А вот сами виды доказательств. Вы говорили о письменных отказах работодателей, ну или сама трудовая книжка. Просто ведь фактически случаи бывают, когда, ну например, работнику говорят что-то в устное и много информации утаивается. На практике что еще суды принимают? Сверевские показания, конечно же. На самом деле это же гражданский процессуальный кодекс, это гражданский процесс. То есть если мы традиционно считаем, что рапитражный процесс – процесс документов, то все-таки гражданский процесс – это процесс и документов, и иных доказательств. В том числе и свидетельских показаний. Поэтому в данном случае круг доказательств шире. Круг доказательств шире. Это и письменные доказательства, это и аудио-видеозаписи, и это и свидетельские показания. И мы должны понимать, что в гражданском процессе аудиозапись, о которой даже работодатель не был предупрежден потенциальный, она тоже принимается рассматриваться судом. То есть это не уголовный процесс. На нее тоже может ссылаться, делать синтограмму аудиозаписи. Единственное, что представитель обладателя может сказать, что это не мой голос, это запись поддельная. Ну тогда нужно проводить экспертизу. И насколько активно принимают. Просто была практика Верховного суда в 2017 году определение, но там скрытой аудиозаписью подтверждались отношения по договору к гражданскоправовому. Но там вот сказали в чистом виде то, что это не подпадает ни под сферу персональных данных, ничего. Отношения из гражданскоправового договора можно так спокойно. То есть, видимо, это широкая практика. Да, да, это практики много-много лет, и я в этом убеждался в течение 20 лет, когда я хожу в суды. Когда мы говорим именно о трудовых отношениях или подобных гражданскоправовых отношениях, здесь же нет вмешательства в частную жизнь. Понимаете, да? Когда мы идем к работодателю, мы идем в публичное место. Это публичное отношение. То же самое, мы находимся в этой аудитории. Это публичное место. То есть, мы не вмешиваемся в частную жизнь. Мы ведь не останавливаем какие-то жучки в каких-то квартирах, в каких-то домах. То есть, в данном случае мы не говорим о том, что мы нарушаем конституционное право гражданин на частную жизнь, на тайну переписки. В данном случае как раз речь идет о публичных отношениях. И работодатель тоже должен вести себя добросовестно и законопослушно. Если работодатель нарушает закон и это доказывается, суд это видит, почему это доказательство не может быть принято? Ограничения в ГПК нет на сегодняшний день. То есть, я правильно понимаю, что специфика и интерес в трудовых спорах заключаются в том, что чаще всего используются не классические способы доказывания, например, аудиозапись, видеосъемка и тому подобное. Потому что на самом деле факт нарушения работодателям доказать, как мне кажется, очень сложно. Потому что, например, локальный акт можно сделать с задним числом, и работнику, например, его не выдаст или еще что-нибудь. И поэтому в трудовом праве как раз-таки использовать нужно, если можно сказать, альтернативные способы доказывания. Нужно креативить. Креативить, потому что действительно все объективные доказательства находятся у работодателя. И мы с вами понимаем, что работодателю ничего не стоит их сделать, в том числе задним числом. И ты в суде не докажешь, что это доказательство, оно поддельное или еще какое-то сфальсифицированное. Это практически не доказать. Поэтому здесь работники должны занимать такую представительную более активную позицию. Предлагаю перейти ко второй части нашего интервью. Она будет посвящена вопросам информатизации трудовых правоотношений. Ну и в продолжение темы трудовых книжек известно, что сейчас предпринимаются попытки ввести электронные трудовые книжки. И 17 сентября в первом чтении были приняты Государственной Думой два законопроекта, связанных между собой, посвященных этому вопросу. Первый предлагает внести в Трудовой кодекс новую статью 66.1, в соответствии с которой работодатель должен будет сведения о трудовой деятельности каждого работника ежемесячно передавать в информационную систему пенсионного фонда. И для этого же вносится изменение в федеральный закон об индивидуальном персонифицированном учете в системе социального страхования. То есть все это предлагается передавать в пенсионный фонд. Но, соответственно, чтобы передавать эти данные каждый месяц, работодатель должен их где-то хранить. И в таком случае возникает, естественно, опасность того, что эти данные будут теряться, искажаться где-то. Это либо у работодателя непосредственно, либо уже в пенсионном фонде, может быть, какие-то ошибки операторов, оборудование и тому подобное. И вот здесь возникает вопрос, как работнику оспаривать, в каком порядке эти сведения, если они, допустим, не соответствуют действительности. И при этом ведь работодатель вообще может эти сведения не передать и, скажем, потерять. А бумажных-то сведений уже предполагается, что не будет в идеальном варианте. И получается, что, ну вот, как на ваш взгляд, подойдет ли здесь судебный порядок или, может быть, не судебный порядок? Какой и как это доказывать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что идея отказа от трудовых книжек письменных, она, конечно, прогрессивная. И целый блок вопросов, которые мы обсуждали, он просто идет в истории. Небытие. Ну, мы говорили, да, о задержке выдачи трудовой книжки, а не своевременной выдачи трудовой книжки. Не будет этих проблем. Это актуально сейчас? Да, конечно. В ближайшие годы-два. Да, потому что, что такое действительно вот эти вопросы с невыдачей трудовой книжки, с задержкой трудовой книжки? Либо это злоупотребление работателя, либо злоупотребление работника, который делает вид, что ему что-то не выдали, на самом деле выдали. Или который просто уклоняется от и получения трудовой книжки, и, опять же, есть в практике случаи, когда работник заявляет, что адрес, который указан в трудном договоре, по которому направляют уведомления по необходимости виться в трудовой книжке, это не актуальный адрес. А какой другой адрес, а вот я не скажу. И есть такие решения судебные. У меня недавно был спор, в конце августа я ходил в Сырловский областной суд, и удалось отменить решение одного нашего районного суда. Суд засыкал задержку в выдаче трудовой книжки 1 270 000 рублей. То есть вот такая была ситуация, когда работнику направлялось уведомление по адресу, указанному в трудовом договоре, а он заявлял, что это адрес неиспользуемый, что он там не проживает, а проживает он в другом месте. А в каком? Ну то в одном, то в другом. Суд указал областной, что вообще на работодатель не возникает обязанности рассылать уведомления по всем известным адресам и неизвестным. Главное, необходимо направить уведомление по адресу, указанному в трудовом договоре. Мы понимаем, что условия трудового договора – это обязательные условия для сторон. Что касается электронных трудовых книжек, мы сами понимаем, что по сути дела это не трудовая книжка, хоть она называется электронная трудовая книжка, чтобы граждане не пугались. Речь идет о передаче данных о трудовом стаже работника в пенсионный фонд. И на самом деле мы же с вами понимаем, что данные о страховом стаже, о страховом стаже, который в первую очередь необходим для начисления выплаты пенсии, они передаются ежемесячно работателям, потому что ежемесячно уплачиваются взносы в пенсионный фонд заработника, и эти взносы аккумулируются на индивидуальном лицовом счете работника в пенсионном фонде, они и так передаются. Проблема в том, что когда начиналась пенсионная реформа в начале нулевых годов, идея была отказаться полностью от трудового стажа, перейти к страховому стажу. И говорили, что на самом деле трудовые книжки скоро вообще станут неактуальными, потому что важен будет страховой стаж. А так оно и есть по сути дела сейчас, да, в большом количестве случаев, потому что ведь важно, какие взносы за тебя работодатель начислял. Такую пенсию ты будешь получать. Но здесь за кругом внимания остались вопросы с работниками, имеющие льготный стаж или специальный стаж. Вот про них-то мы и говорим, да. Вот им-то и важно подтвердить свой трудовой стаж при обращении за пенсией. Лица, которым пенсия назначается досрочно, а это большое количество лиц. И в данном случае, каким образом передавать данные? Да, я думаю, что на самом деле достаточно тех сведений, которые ежемесячно передаются в пенсионный фонд по поводу страхового стажа, ну и какие-то сведения о трудовом стаже работника. Это просто будут дополнительные сведения, это будет просто дополнительная обязанность, которая будет возлагаться на работодателя. И сейчас есть программные средства, это все передается с помощью программных средств, и эти сведения передаются в пенсионный фонд, там хранятся. И я бы на самом деле постарался уйти от всех этих корпоративных серверов, от всех этих сведений у работодателя, потому что действительно вы правы, это все ненадежно, это все теряется. Большое количество случаев, когда сведения о трудовой деятельности передавались в архив города Екатеринбурга, например, у многих врачей были проблемы с получением пенсии льготной, потому что сведения были переданы в архив управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, а там был пожар. И очень по многим работникам сведения просто утеряны были. Понимаете, да? И вот мы с вами говорим, если мы там обяжем, вернее, введем вот эти электронные трудовые книжки и будем сведения в электронном виде передавать, как мы потом будем? Так вот, миллион случаев, когда трудовые книжки есть в наличии, но они утеряны, и сведения утеряны о стаже, и работники не могут подтвердить. Да? Действительно возникает проблема доказания, потому что в законе сказано, что пенсионный стаж, трудовой стаж с федеристскими показаниями не подтверждается. Не подтверждается. И он не будет подтверждаться. Поэтому в данном случае я бы вообще ушел от всех этих представлений, от трудовой книжки. Откуда возникли эти представления о трудовой книжке? Это был способ прикрепить работника к работодателю. В Германии в конце 30-х годов вели трудовые книжки. И в Советском Союзе вели трудовые книжки. Но в Советском Союзе это было оправданно во время Великой Отечественной войны. Я согласен. Потому что действительно угроза вообще была нации, физическое существование нации. И необходимо было войну выигрывать. В том числе прикрепляя работников к работодателю. Но сейчас время много уже прошло. Сейчас совершенно другие принципы действуют. И сейчас мирное время. Поэтому я бы вообще ушел от этого понятия трудовая книжка. Я бы говорил о электронном трудовом договоре. О том, что сведения о трудовом стаже работника, о его трудовой деятельности, они должны где-то храниться в пенсионном фонде. И можно запрашивать выписку из пенсионного фонда. И предоставлять ее работодателю. Точно так же, когда ты устраиваешься на работу, работодатель может делать запрос в пенсионный фонд. И ты подтверждаешь стаж. Самый простой, эффективный механизм. Потому что чем проще система, тем она лучше работает. Мы знаем, да? И мы уйдем от проблем доказывания. От проблем доказывания. Злоупотребление и человеческий фактор будут всегда существовать. И всегда будут работодатели, которым будет не нравиться тот или иной работник. Здесь какие могут быть проблемы на самом деле? Какие злоупотребления? Когда работники получают серую зарплату. Когда они не оформляются по трудовому договору. Когда вообще отношения не оформляются. Следовательно, взносы не уплачиваются. Сведения не подаются. И вот как ты будешь доказывать? Ну, практика сейчас такая. Работники идут в суд и доказывают сельскими показаниями. Иными доказательствами стаж работы. Стаж работы. И ведь есть постановление Пленума 2011 года. О применении закона о социальном страховании. Что даже если с работником не были оформлены трудовые отношения. Но он получил производственную травму. Это не лишает права работника на пособие по временной нетрудспособности. Если работодатель взносы не уплачивал за него незаконно. Это не лишает работника права на пособие по временной нетрудспособности. В случае получения профзаболевания или травмы у работодателя. Здесь просто нужно в суд подавать иск с несколькими требованиями. О признании трудовых отношений. О взыскании соответствующих пособий. А дальше уже вступает в силу госоргана, который будет работодатель штрафовать. За неуплату взносов. За неоформление трудовых отношений. Поэтому я считаю, что мы должны уйти от этой бюрократизации. Мы должны прийти к тому, что работодатели сведения подают в пенсионный фонд. В том числе о стаже работника. И эти сведения нужно будет запрашивать именно там. И больше не надо их запрашивать нигде. Это будет самый простой и эффективный способ. Это как регистрация недвижимости. Суд всегда может запрессить сведения о недвижимости. И любой сейчас гражданин может запрессить сведения о той или иной недвижимости в Роскадастре. Другое дело, что это персональные данные. Трудовой стаж. Я не могу, например, обратиться, подать через интернет, сделать запрос и узнать сведения о вашем трудовом стаже. Это будет нарушение закона о персональных данных. Это должны сделать специальные субъекты. То есть это должны делать представители работодателя, которые подписывают обязательства о неоглашении персональных данных. Только специальный субъект может запрашивать сведения о стаже работника. А что это за субъект? Это работодатель, которому работник устраивается на работу и который обязуется не оглашать персональные данные представители работодателей. Это представители пенсионного фонда. Это суды в случае споров. Это прокуратура. Это госинспекция по труду. Только вот такие органы. А где эти сведения добыть? Где их получить? Только в пенсионном фонде. И вот над этим механизмом, конечно, нужно думать в первую очередь. На мой взгляд. Мирон Александрович, вы говорите о том, что сейчас по сути трудовые книжки, они нужны для того, чтобы подтвердить стаж. Определенно, чтобы потом начать пенсию. Но необходимость, то, что была там, вот, чтобы прикрепить к работодателю. Но, как по мне, не знаю, трудовые книжки я люблю. И у них есть одна очень классная штука. В трудовых книжках пишется основание увольнения. То есть, если это было дисциплинарное взыскание, и по нему уволили. И тогда потенциальный работодатель может увидеть эту информацию и уже сделать какой-то вывод. Ну, и как мы говорим, уже по деловым качествам, может, не подходит и тому подобное. То есть, вот это очень важная вещь, трудовые книжки, которые у нас как раз-таки сохранялось. И сейчас это тоже, получается, нужно носить. То есть, они, по сути, были не только для того, чтобы подтвердить стаж, но и чтобы предупредить работодателю о том, какого работника он берет. И сейчас, в условиях того, что мы будем передавать всю информацию в определенную какую-то там базу, можно же указывать и другие какие-то дисциплины. Но, по крайней мере, эту практику нужно сохранять однозначно. Вы имеете в виду, что они будут, эти сведения о дисциплинарном взыскании должны содержаться в общей системе, да? То есть, это, чтобы мы, по сути, вот, ну, как мы сказали уже некорректно говорить о том, что это электронная трудовая книжка, но, тем не менее, я буду использовать эту терминологию, что в электронной трудовой книжке использовался не только для подтверждения стажа, но и также для характеристики работника, если вы его уволили, например, по дисциплинарному взысканию, которое является, как у нас раньше писалось. Игорь, мне кажется, мы вообще, у нас концепция трудового законодательства должна поменяться. Сейчас трудовой кодекс нашего трудового законодательства исходит из того, что уволить работника можно по строго определенным основаниям, предусмотренным в законе. Раз. И второе, главный постулат, на котором зиждется наше трудовое законодательство, это преимущество бессорочного трудового договора. Это не рыночные механизмы. Они, надлежащим образом, не обслуживают рыночную экономику. Я думаю, что в перспективе, я не знаю, когда это будет, через пять лет, через десять, через двадцать, но мы к этому придем. Объективно, если мы будем нормально развиваться, если мы хотим нормально развиваться, как динамичная страна. Две вещи. В основном срочные трудовые договоры, потому что если меня работодатель ценит, я буду в суре сработать. И он будет со мной всегда продлевать срочный трудовой договор. Если лентяй-бездельник, все угодно сделаю, но мой бессорочный трудовой договор расторон, мы понимаем, да? И второе. Необходимо уходить от этих оснований увольнения, в том числе дисциплинарных. Необходимо переходить к системе, когда, чем дольше этот работник проработал у работодателя, тем на большую выплату он вправе претендовать при увольнении. Грубо говоря, если я проработал 10 лет, и тем за больший срок меня должны предупредить об увольнении. Понимаете, да? То есть, если я проработал 10 лет, меня предупреждают заранее и выплачивают большую сумму. Если я проработал 2 года, меня за меньший срок предупреждают и выплачивают меньшую сумму. Но работодатель в суде должен доказать, что это не дискриминационное увольнение. Что это увольнение не связано ни с профсоюзной деятельностью, ни с какими-то гендерными различиями, ни с иными факторами. Понимаете, да? Потому что в данном случае работодатель имеет право все-таки определять штат работников необходимый. Но и работники должны иметь право получать гарантии при расторжении трудового договора. Потому что когда у нас работодатель, который тащит на себе и хороших работников, и плохих, потому что их девать некуда, да? Это тоже неправильно, это не рыночный механизм. И в рыночной экономике люди должны понимать, что они должны постоянно учиться. Они должны постоянно учиться, и они должны быть готовы мигрировать. То есть, но, либо мы будем сидеть с трудовыми книжками, вот в этих наших предприятиях, которые непонятно что производят, никому не нужно, и будем тащиться где-то там на здоровье от цивилизации. Понимаете, да? Но на самом деле трудовое законодательство, оно должно быть модернизировано. Модернизировано очень существенно. И тогда вот очень многие вопросы, о которых мы говорим, они просто уйдут. Будут другие вопросы. Мы с вами встретимся, там, через какое-то количество лет, и будем обсуждать, вы будете задавать вопросы о дискриминации, да? Вы будете говорить, что вот есть такая практика, когда работников увольняют по институту работодателя, а суды их восстанавливают, потому что работник в суде доказал, что была дискриминация. И вы будете, например, меня спрашивать, как вы считаете, кто должен доказывать, что была или не была дискриминация? Работник, что была дискриминация, или работник, что не было дискриминации? Понимаете, да? Мы должны перейти вообще на новый уровень и законодательства, и практики. Я думаю, рано или поздно это произойдет. Как бы вопрос, когда, никто не знает. Но вот эти вопросы, они тянут нас в прошлое. И эти нормы, они тянут нас назад. И они не дают развиваться динамично стране. Вот это мое такое убеждение. А вот если пофантазировать тогда о времени, когда все-таки перейдем к этому, к этой стадии экономики, такие публичные реестры, ну, в том числе, как реестр недвижимости, расистик, они же используются для того, чтобы проверять контрагентов, то есть соизмерять свои издержки. Ну, что тоже чисто рыночный институт. А вот тогда какая полезная информация и соразмерно полезная должна включаться в такой публичный реестр в будущем? Ну, смотрите, опять же, буду с вами понимать, что это не совсем публичный реестр. Персональные данные работника, да? Он не совсем публичный. Почему не совсем публичный? Потому что сплошь на рядом, никто не может к нему обратиться и получить сведения. Все-таки это персональные данные. Точно так же, как нет в публичном доступе данных о наших фамилии, имене отчества, о наших телефонах, о наших паспортах. То есть точно так же сведения, связанные с трудовой деятельностью, они должны быть в общем доступе. Но, когда ты устраиваешься на работу, особенно, когда ты преподаватель, на тебя возлагаются определенные обязанности, и ты должен принести справку, например, о несудимости, да? Или, например, когда ты бухгалтер, или когда ты кладовщик. Конечно, работателю интересно, как ты там работал раньше. И здесь при устройстве на работу работник подписывает, например, согласие о том, что работодатель вправе затребовать его сведения о нем в этом реестре, а работодатель их может затребовать. И это будет честно, это будет правильно. Понимаете, да? И это будет, по сути дела, стимулировать работников вести себя добросовестно, учиться, обучаться, ну, грубо говоря, не пить. Потому что какая была проблема в советское время? Держали всех пьяниц, но их некуда было девать, потому что у нас была повальная занятость. И, ну, как бы, ну, он пьяница, он хороший человек, он пьяница, могла деваться. Вот его припесочивали там на собраниях, не пей. С той же общей заботой о людях антиалкогольную кампанию провели? Ну, да, во время антиалкогольной кампании, ну, было два момента. Во-первых, как говорят, снизилась травматичность производства, действительно, производственная травматичность. Но, опять же, и люди моего поколения это видели, люди стали употреблять брагу, и исчезла зубная паста из магазинов, потому что в том числе и стали употреблять. Стали пить вообще все, что может перевести в такое состояние. Вот поэтому я против антиалкогольных кампаний. Я за культуру. Люди должны учиться хорошо отдыхать, чтобы им было интересно жить. А они должны зарабатывать и тратить деньги. И тогда ты будешь там выпивать какой-нибудь там бокал вина, ну, и все. И, может, и не будет нужно. Понимаете? Пьют же часто в безысходности. Пьют в этих депрессивных регионах. Когда делать больше нечего. Это же неправильно. Мы-то говорим о другой стороне. Мирон Александрович, вот мы говорили о том, что работодатель потенциальный все-таки должен в некоторых случаях знать, как работал работник до того, как пришел к нему. Так вот, законопроект, о котором я уже ранее упоминала, он предлагает передавать в пенсионный фонд только новые данные, то есть с момента вступления закона в силу. И при этом все старые данные останутся в бумажных трудовых книжках, их выдадут работникам, и они, вполне вероятно, просто потеряются. И обязанности такой у лица, который устраивается на работу, не будет старую трудовую книжку показать. Вот все-таки, на ваш взгляд, принципиальная какая-то разница будет между тем, между той ситуацией, когда работники, скажем так, начнут с чистого листа, в пенсионном фонде будут только новые сведения, или все-таки нужны старые оцифровать и туда внести, чтобы полная картинка была? Ну, во-первых, мы должны понимать, что сведения в пенсионном фонде есть о страховом стаже. Они есть. То есть, даже если не будет трудовых книжек, но главное для пенсии что? Страховые взносы. Так? Это, во-первых. Во-вторых, у меня был спор, я представлял интересы рабодателя лет 15 назад. Молодой работник, молодой работник пришел на работу пьяным. Пьяным. Сделали фотографию рабочего места, есть видеозаписи, составили акт и взяли с него объяснение. И он даже не скрывал, что он пьяный был. Ну, в состоянии уковольного обменения. То есть, это было подтверждено. Его отправили в медпункт, он сдал анализы. Очень много доказали, что он находился в состоянии уковольного обменения. Взяли объяснительную, уволили. Он даже с трудовой книжкой не пришел. Направили уведомление, говорю, а почему не приходит? Они говорят, да что ему, он пойдет на новое место работы и напишет заявление. И 65-я сетя Трудового кодекса это позволяет, да? Что если работник заявляет о том, что трудовая книжка утеряна, он пишет заявление, работодатель по его заявлению заводит ему новую. Понимаете? Я вообще здесь не вижу проблемы для недобросовестных работников. То есть, мы должны исходить все-таки из добросовестности участников отношений. Если тебе не устраивает запись трудовой книжки, это действительно, ты не можешь ее обжаловать, потому что это твое нарушение. Это тебя уволили за нарушение дисциплины труда. Ты ее выкидываешь, заводишь новую. Понимаете? И я не вижу здесь проблем. А опять заставлять все это цифровать, но это опять такие затраты, да? И опять же, это где-то надо хранить. Зачем? То есть, получается, тот, кто хочет скрыть, скроет, найдет способ. В любом случае. Конечно. Почему мы должны ориентироваться все-таки добросовестными в большей части? Почему мы должны всех заставлять делать кучу ненужной работы из-за недобросовестной части, которая и так может недобросовестно поступать? Понимаете, да? То есть, это неправильный подход, мне кажется. И то, что как раз Госдума не заставляет всех вот эту информацию цифровать и передавать в Национальный фонд, это говорит о ее прогрессивном мышлении. Я рад, что так происходит. Ну, Герон Александрович, вы раньше уже упоминали, что нужно отходить от идей корпоративных электронных ресурсов. И в связи с этим предлагаю рассмотреть одно дело, которое вот буквально в июне Нижегородский областной суд рассмотрел. И там был такой сюжет, что 17 мая 2018 года работника предупредили по электронной почте о предстоящем увольнении по сокращению штата работников. При этом ему в письменном виде эти документы направили почтой России, но пришли они уже позже, и получил он их гораздо позднее. Но при этом уволен он был 17, ну, то есть ровно через два месяца, то есть 17 июля. Вот. И он решил это оспорить. В суде он говорил о том, что такое, такая форма уведомления не соответствует статье 180, где сказано, что работник должен быть предупрежден в этом случае персонально и под роспись. Но суд указал, что, ну, то есть суд фактически приравнял уведомления по электронной почте уведомлению персонально и под роспись, сказав, что никаких дополнительных требований трудовой кодекс не устанавливает, значит, это допустимо. И вот мой вопрос заключается в том, вот как, на ваш взгляд, вообще оценивать эту ситуацию? Ведь суд, суд, по большому счету, проигнорировал трудовой кодекс в классическом понимании. Да, я согласен. Это очень интересный вопрос. И на самом деле это проблема очень интересная. Здесь необходимо сказать, обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, вот мое мнение. В данном случае, конечно, я считаю, все-таки неправильно применен закон. Хотя мы сами юристы, и мы понимаем, что если есть решение суда, вступившего в законную силу, оно обязательно идосторон для всех, то есть и здесь нельзя говорить, что закон неправильно применен, раз оно не отменено. То есть мы можем просто рассуждать как ученые, да? Если мы рассуждаем как ученые, то все-таки статья, вот на которую ссылаетесь вы, и которая указана, которая содержит обязанность уведомлять не менее чем за два месяца письменно под роспись работника, она всегда толковалась таким образом, что действительно работник должен расписаться в уведомлении и должен быть с ним ознакомлен письменно под роспись. Если он расписался потом, то с этого момента начинает течь двухмесячный срок предупреждения обувлений по сокращению численности или штата. Все-таки здесь, с точки зрения ученого, здесь закон применен неправильно. Может быть, они обратятся в сторону дальше Верховный суд, подадут кассационную жалобу и Верховному суде это решение будет отменено. Хотя, может быть, Верховный суд не станет в это вникать и не будет отменять решение. Оно выбивается из общей тенденции. Конечно, с точки зрения общей тенденции оно неправильное. Другое дело, что сейчас работодатели обязывают работников в первую очередь раз, например, в день или раз в два дня проверять электронную почту и раз в определенный период заходить на корпоративные ресурсы и знакомиться с локальными актами. И вот если бы такая обязанность была закреплена в трудовом договоре, вот здесь уже можно было бы сказать, что да, ну вот как-то действительно до работника было бы введено в письменном виде вот это уведомление. Насколько я понимаю, в этом решении так не сказано. В данном случае в решении сказано, что в правилах внутреннего трудового распорядка было закреплено, что у работника есть корпоративный адрес электронной почты и он должен его проверять. Но это ведь все равно не приравнивает электронную почту к уведомлению персональной под роспись. А тогда здесь другой вопрос. Работник должен быть ознакомлен письменно под роспись. Понятно, что суд немножко более широко, столковал, чем мы понимаем данную норму. Но если у него есть обязанность знакомиться с электронной почтой с корпоративной раз, например, в день и получается он с ней ознакомлен, то по сути дела он действительно был уведомлен. В данном случае, конечно, здесь нуждается корректировка, необходимо корректировать уже статью трудового кодекса Туда-180, которая говорит об этих гарантиях работников. То есть в данном случае необходимо говорить о том, что в том случае, если стороны предусмотрели обязанность работника и обязанность работодателя и право работодателя ознакомить работника с средствами электронной связи об изменениях трудового договора, о существенных изменениях в трудовых отношениях, то эти изменения, то такое уведомление считается надлежащим. Ведь пока в Трудовом кодексе этого нет, может быть, вы напишите статью по этому поводу и предложите внести изменения в закон. Вот, пожалуйста, основание этого решения. Есть разная практика, да, и у меня были в практике споры, когда действительно работодатель обязывал работникам ознакомиться и суды признавали эту обязанность работника, признавали за работником эту обязанность, что нужно исполнять. Но, я еще раз говорю, тогда нужно это оговаривать в локальных актах в трудовом договоре и нужно все-таки тогда расширять нормы трудового законодательства в этом плане. Распространять эту обязанность на всех работников, Потому что пока в отношении только дистанционных работников предусмотрена возможность сторон обмениваться вот такими электронными сообщениями, которые будут иметь юридическую силу. Тогда мы должны говорить, что в условиях цифровизации мы должны это правило спрятать тогда на всех. Тем более, все-таки в Российской Федерации интернет развит. И, в общем-то, еще раз говорю, что у нас грамотность стопроцентная практически. И об этом можно говорить, и это можно делать. Ну, если позволите, мне кажется, как раз-таки это решение, оно мне очень нравится, потому что суд, вот трудовые отношения, сейчас они, ну, как по мне, как мне кажется, они задыхаются из-за того, что у нас нет нормативного регулирования электронного документа оборота сторон. Вот есть эти бедные дистанционники, которые вот первыми такими прокладывают этот путь. Но и суд как раз-таки хочет тут вести практику. Если трудовой кодекс не запрещает, регулируйте в локальных актах и, пожалуйста, поступайте. Потому что действительно сейчас такой век, когда, ну, это необходимо, это упрощает жизнь. И это нужно как-то продвигать. И на основании как раз таких-то и решений, потому что, ну, а как иначе, пока что у нас законодательное регулирование только вступает в свою силу. И электронный документ оборот это как раз-таки ближайшее будущее. И почему нет? Ну, все-таки мы сами понимаем, да, есть такая формула, что закон суров, но это закон. Все-таки я считаю, что суд, тем более районный суд, а это даже не Верховный суд, все-таки районный суд не может выходить за пределы нормативного регулирования. Это и не его компетенция. Суд не может подменять под собой законодателя. Все-таки в данном случае я считаю, что, конечно, суд вышел за пределы своей компетенции. Он расширил толкование закона традиционное. Но я согласен с вами, это вот та ситуация, когда правовая настройка не успевает за экономическим базисом, да, не успевает за развитием отношений. А отношения, конечно, неужели в какой-то степени вперед. Здесь уже тогда задача Верховного суда, может быть, обобщить практику, внести изменения в постановление пленума 17 марта 4 года номер 2 о применении Трудового кодекса Российской Федерации и обратиться в Госдуму с предложением, ну, с законодательной инициативой, изменить соответствующую норму Трудового кодекса. По сути дела, так ведь и было сделано. Когда в 2002 году, с 1 февраля 2002 года вступил в силу Трудовый кодекс, он содержал много очень внутренних противоречий. И действительно, эти внутренние противоречия, они мешали нам юристам применять законодательство. И судам мешали, и прокурорам мешали, потому что в ряде случаев просто непонятно было, как поступать, потому что одни нормы кодекса противоречили другим. И постановление пленума 17 марта 4 года номер 2, когда вышло, оно сняло многие противоречия. Там противоречия были концептуальные в Трудовом кодексе. И Верховный суд снял эти концептуальные противоречия. Он дал такие разъяснения, которые позволили нормально судам применять трудовое законодательство. И это был такой прорыв революционный. И по сути дела, мы тогда все аплодировали Верховному суду, говорили, вот молодцы, взяли себе такую ответственность. После этого, в 2006 году, Трудовый кодекс был очень серьезно изменен. Он был серьезно изменен, в том числе, исходя из этих разъяснений Верховного суда. И может быть сейчас как раз назрело такое время, когда мы видим, что опять отношения ушли вперед, а кодексы с ними не поспевают. И по сути дела, это нормально, об этом же все всегда пишут. Об этом писал Ремик Ибрияк в своей работе кодификации, об этом писали другие ученые, теоретики. Что действительно периодически необходимо обновлять законодательство. И очень часто суды на себя такую берут роль первопроходцев. А потом уже законодательные органы за ними поспевают. Ну, что ж, во всяком случае, очень здорово видеть, что, как бы то ни было в судебную практику, просачиваются эти веяния изменений. И, ну, помимо, конечно, статей, вот о которых вы сказали, которые можно написать по этим интересным проблемам, надеемся, что в скором времени мы сможем обсудить и уже более рыночные проблемы России в трудовом праве. Да, я считаю, что мы живем в очень интересное время. И как раз вот и вам будет интересно работать и заниматься наукой, потому что изменены зрели, и мы их увидим. И будем о них говорить. Ну что ж, спасибо вам огромное за дискуссию. Вам спасибо за очень интересное интервью.